Сегодня у нас уже 12 лекция. Материалы этой и следующая лекция уже напрямую не затрагивают ваше проектное задание. То есть вы всю работу в проектах, в командах можете выполнять уже сейчас. Следующая лекция носит такой ознакомительный и рекомендательный характер. Например, сегодня мы будем обсуждать сборку мусора в Java и вообще, как устроена сборка мусора в современных языках и некоторая ее концепция. И потом еще немножко поговорим с вами про докер. Возможно, какие-то концепции из этих вы сможете использовать в своем проекте. Отметьтесь на портале, если еще этого не сделали. И, как обычно, выкачайте лекцию из соответствующей ветки в репозитории. Сначала мы обсудим вообще, что такое понятие хипа в Java, как там это все появилось, из-за чего и что было в предшественниках Java. Поговорим о том, как вообще объекты в этом хипе расположены, сколько места занимает. Это достаточно интересный и занимательный вопрос. Обсудим общую теорию сборщиков мусора. И посмотрим некоторое практическое применение. Начнем с такого момента. Вот есть понятие, как спецификация GVM. Есть такое понятие, как GC, garbage collection. Они связаны следующим образом, что для каждой конкретной имплементации GVM, будь то стандартный hotspot или какой-то кастомный, или какой-то другой, у нас может быть совершенно разный object layout, и может быть совершенно разная реализация garbage collector. Мы будем смотреть на hotspot как стандартный факт имплементации GVM. Соответственно, все выводы, которые перечислены в этом и в дальнейших слайдах, характерны для hotspot. Посмотрим, что такое HIP. В основном структура HIP и структура процесса определена в спецификации GVMS, Java Virtual Machine Specification. То есть вы можете пройти по ссылке, она здесь приведена на документации Java SE8, и посмотреть, что в принципе там пишут по этому поводу. Но давайте разберемся примерно с картинки с этого слайда. У нас здесь есть такое понятие, как HIP Space и Method Area. Нас в принципе интересует только HIP Space. В нем у нас алоцируются объекты, и структура этого HIP-а зависит от конкретно вами выбранного сборщика мусора. То, что находится в Меседерии, давайте частично перечислим, это наш метаспейс, это какой-то пул констант, методы и филды, и соответствующий, и соответственный код. Куча автоматически обрабатывается, и менеджмент ее ведется garbage collector. Структура Кучи еще раз отмечу, что зависит от конкретно вами выбранного garbage collector. У hotspot есть несколько имплементаций, которые идут в стандартной поставке. Давайте теперь разбираться, что у нас происходит, когда мы алоцируем объект, как вообще проходит аллокация. Вот вы делаете new object. Что в этот момент происходит? У вас где-то в HIP-е происходит выделение памяти, в которое будет помещено содержимое вашего объекта object. Как вы думаете, когда мы создаем такой object, как объект стандартного класса Java, что мы создаем на самом деле? Что там будет? Какие данные есть у этого объекта? У этого инстанса, объекта? Что там может быть? Может быть, выделенное под него место? Ну, пока это область памяти и… Область памяти, еще, еще, ну что? Ну, скорее всего, у вас ссылка как раз… Ну, просто там вот это область памяти, скорее всего, изначально, или просто мусор, а потом он будет начать называть… Нет, вот вы выделили это место. Уже там не мусор, объект создан. Что примерно? Вот что вы ожидаете от пустого объекта object? Вообще всего, если сейчас… А как это посмотреть, что там будет? Вот, вы хотите понять, что находится внутри вот такого object? Как это посмотреть? Ну да, правильно, пойти в сам класс, посмотреть, какие у него есть филды. Соответственно, этим филдам будут присвоены какие-то значения по умолчанию или какие-то значения, характерные в момент инстанцирования этого объекта. И далее, когда вы создали, если вы еще какой-то ссылке переменной ссылочного типа присвоили вот этот new object, у вас будет на стеке выделена, соответственно, память под ссылку на этот объект. А вот когда мы создаем что-то типа переменной примитивного типа вот 10, эта аллокация происходит только на стеке. А вот давайте еще раз вспомним. Вот когда вы присваиваете вот этот new object в какую-то ссылку, вот сколько битов, байтов будет аллоцировано у нас на стеке? От чего это зависит или есть конкретное значение? Ну и какие идеи, сколько? Мы же это уже затрагивали. Сколько? Вот допустим, x64 у нас. Сколько будет выделено? Окей. Поехали дальше. Несколько вопросов для того, чтобы прояснить вообще, что такое хип, теоретически и практически. Могут ли объекты, такие как вот этот интеджер равный 10 примитивного типа, быть аллоцированы на стеке? То есть не на стеке, а уже в хипе. На самом деле ответ тут приведен. Это не специфицировано, но в текущий момент нет. И если вам это интересно, вы можете пройти по ссылке и почитать, что, почему и когда можно ожидать что-то подобное. Ну и такой вопрос совсем для чайников. Является ли структура, которая в русском языке имеет название куча, тем же самым, что мы имеем в виду под хипом? Ну, тут ответ очевиден. Это не то же самое. Соответственно, это абсолютно разные вещи. Алгоритмический хип, куча дерева с инвариантом минимального или максимального элемента. И та куча, которую мы имеем под областью памяти, которая выделяется в Java. Вот, теперь давайте посмотрим, как примерно выглядит аллокация и что происходит примерно у нас в хипе. К сожалению, там на слайде на проекторе ничего не видно, но вы смотрите в слайды, я вам примерно расскажу. В первом примере у нас идет аллокация такого инстанса такого типа, как класса как point. Соответственно, в него мы засовываем какие-то 2 интеджера, 23 и 94, которые будут выражать x и y в соответственной точке. И вот мы видим, что у нас есть где-то на стеке переменная, которая, непеременная где-то ссылочка, которая ведет у нас на область, выделенная под объект point в нашей куче. В объекте point есть, соответственно, x, соответственно, y и еще кружочек этот на самом деле чуть больше, чем этот x и y. На самом деле это не просто так, а потому что при аллокации будет выделено место еще под некоторые вещи. Мы с этим чуть попозже разберемся. Теперь смотрим еще раз. Теперь мы аллоцируем уже место под прямоугольник. Соответственно, прямоугольник характеризуется точкой и длиной, и шириной, которые в данном примере равны 100 и 200. И вот мы аллоцируем. Но на самом деле у нас уже создана вот эта точка, которая называется origin1, и на нее просто идет ссылка. То есть в момент аллокации, то есть создания new rectangle не выделяется место еще под вот такую же точку. Просто выделяется место под reference на эту точку. По ссылке у вас есть подробности. Давайте теперь у нас небольшой квиз будет по поводу того, сколько места, какие объекты вот вообще в хипе занимают. То есть что такое footprint, во-первых? Это если на пальцах рассуждать, это сколько места та или иная структура будет у нас в хипе занимать. То есть какой размер иметь. И давайте смотреть. Вот у нас здесь есть 9 пунктов. Давайте разберемся, сколько, например, будет занимать выделенный интеджер равный 10. Как это будет происходить? То есть это все на стеке будет аллоцироваться. Давайте я примерно буду записывать идеи. То есть первый вариант — это у нас 0. Давайте второй. New integer от тех же 10. Ну если нет никаких лишних полей, то 3 класса integer. Ну а если мы подумаем о лишних полях? Скорее всего, все равно 4. Как object? А как object? Ну-ну-ну. Ладно. Напишу это как 4+. Окей? Для понятности. То же самое с лонгом. Что? Сколько? 8+. 8+. А теперь у нас массивчик из интеджеров 1000 штук. И он как-то заполнен. Что тут? Интеджер с большой буквы. Ну давайте рассуждать хоть немного. Ну или просто давайте чиселки угадываем. Угадай-ка. 4 или 8. Ну вот, во-первых, 4000 плюс для начала. 4000 плюс, окей. 4000 плюс что? Ну, для начала то, что лежит у нас непосредственно в самом массиве. Ну, массив — это класс RA. Окей. У нас тоже есть какие-то поляки. Мы положим размер size, который тоже там индонский и прочее. Размер size. Окей, сколько? Плюс 4. Плюс 4. Хорошо. Чуть-чуть подвинулись. Плюс это ведь ссылка, он хранит на тысячу ссылок. Вообще, по-моему, должно быть 8000 плюс. Плюс тысяча ссылок еще. А почему, почему это ты еще ссылок? Вот, пожалуйста, Java Util Concurrent, Raylist. Ой, не Concurrent, просто Util Collection. И там смотрим мы имплементацию того, что такое. А, Raylist. А, сейчас мы про массив интегеров. Да, мы сейчас про массив интегеров говорим. Они подряд все лежат. Да, подряд все лежат. То есть, ну, что-то… Хорошо, одна ссылка. То есть, 4000 плюс 4. И плюс что-нибудь еще, да? О, малое. Ну, хорошо, давайте дальше. Про Raylist. Ну, вот так. Ну, Raylist, он будет лишь память. Сейчас. Ну, Raylist. Хорошо, давай тут тип интегер. Везде тип интегер дальше. Он будет и ты. Сейчас. Он не создает объекты object, он создаст только тысячу полей под этот object. И там как-то инициализированы эти поля, да, дальше уже созданы. Да. Например, от нуля… От одного до тысячи. Да. Ну, получается, если у нас 64-битная система, то у нас под одну ссылку на object 8 байт. Окей, например. Ну, ведь… То есть, это 8000 плюс что? Ну, тоже какие-то поля определенные, там тоже размер у него. А сами элементы? А он не инициализирует их. Он всего лишь выделяет память. Вот это вот не инициализация. Ну, хорошо, а теперь давайте новое вводное. И там лежат элементы от нуля до 999. Интеджер? Да. Интеджер. Но, скорее всего, эти 8000 плюс, соответственно, сколько на нем у нас у интеджера? То есть, плюс 4000. Плюс 4000. А мы пишем за 3000, а это 8000. А я не знаю, это вы угадываете сейчас. Я просто пишу варианты. А нет, кто записал, что мы писали, когда писали 8000? Когда 8000 мы писали, вы говорили, что, соответственно, там будет выделены ссылки, каждая ссылка по 8… 8 чего, кстати? 8 байт. 8 байт. Значит, у нас ссылки на их ввесе больше, чем сам инт? Интеджер — это объект типа object. Ну, хорошо, у нас нет определенности. Давайте будем считать, что это 12000 плюс. Я вот всю сложил. Я не знаю, это ваши гипотезы пока. Я пока не включился в обсуждение. Так, хорошо, давайте, давайте, следующий вариант. Это пятый. Вот, теперь линкед лист. Давайте примерно линкед лист сравним. Хотя бы, ну, давайте прикидку какую-нибудь числовую. Сколько? 20000, 30000, 10? Больше, меньше? Больше. Чем что? Чем дальше. Ну, вот здесь у нас 12. Сколько примерно? 20, 20. 20 сколько? 20к плюс. А ты можешь нам объяснить, почему? По идее. По пунктам вообще. Хорошо, я понимаю. Мы сейчас все объясним. Давайте примерные соображения. Можно много идей высказывать? Я понимаю. То есть, наш личный ответ ввесе нет. Хорошо. Ребят, ребят, ребят. Ну, ладно. Седьмой пункт. Поехали. Теперь хэшсет. Соответственно, у нас тоже интеджеры от 0 до 999. Там хэшсет. Уникальные элементы. Давайте, вот у нас рейлист, это занимает, по вашим гипотезам, 12 тысяч. Соответственно, линкедлист 20 тысяч. Хэшсет больше, чем линкедлист? Меньше? Ну, приблизительно такое же, только хранится. Сразу после линкедлистации меньше. Меньше. Он меньше стоит из бакета. Бакет, каждый бакет — это линкедлист. Ну, хотя бы примерная чиселка. Давай. Примерно так же будет. Примерно так же. Ну, вообще, да. То есть 20k+. Хэшмэп — то же самое. Там что-то положили. Примерно. Больше, меньше, столько же, чем хэшсет. Чуть поменьше. Ну, окей, пример. Если все эти разные, то скажем, давайте тоже 20k. 20k. Хорошо, ну давайте попробуем. И последнее у нас concurrent хэшмэр. Ну, там что-то сложное, наверное, очень большое должно быть. Да, давайте в два раза. Сколько? В два раза? Расскажи еще в разу в алгоритме сложность. Не в алгоритме. А если память брать? Давайте. У кого-нибудь еще есть идея? Сколько это занимает? Ну-ну-ну. Но она же внутри состоит. И нет таких хэшмэпов. Не знаю. Ну давайте теперь вообще странно. 30k. Ой-ой-ой. Хорошо, я слышал гипотезу про 30k. Это сложная игра была. Вот тут пометка. Сейчас мы вас подведем примерно к тому, как это посмотреть, как это узнать. К счастью, это все возможно. Есть такая тула, как Java Object Layout или JOL, которая доступна нам в… Которая доступна у нас в поставке… Нет, не в поставке. Она, по-моему, еще не включена или включена, не помню. В общем, она у нас доступна в поставку. Она не включена обычную. Но она доступна через Maven репозиторий. Ее можно вытащить и, соответственно, в ней все посмотреть. Вот, соответственно, у GVM нет какой-то конкретной структуры, как все должно лежать внутри хипа. Есть какие-то спецификации. Их, опять-таки, можно прочитать. И им, соответственно, следует. Object Layout специфичен для конкретной GVM. Зависит от битности, соответственно, потому что битность влияет на то, какой размер у вас референсов. И, соответственно, может вам изменить полностью всю структуру вашего футпринта. И дальше она зависит от тех флажков у GVM, которые были выбраны. Давайте разбираться вообще. Вот создали мы такой голый объект NewObject. Чего у нас будет дополнительно создано? Смотрите, у нас есть такое понятие, как хедр объекта. Там хранится некоторая специфичная для объекта информация. Это ссылка на класс, которым этот объект является. Это некая MarkWord, в котором некоторые флаги находятся. В том числе флаги garbage collector. Соответственно, дальше у нас есть поля. И эти поля, ссылки на эти поля, выровнены в результате по 8 байт. Это пример, характерный для 64-битной системы с включенным вот таким опциям Use Compression Ops. Соответственно, для хипов меньше 32 гигабайт. У нас будут 32-битные ссылки, потому что нам не нужно больше иметь. Да, этот ключик у нас включен по умолчанию. Его включать дополнительно не нужно. И вот теперь давайте рассматривать, что такое JOL. Это классный аналитический тул. Можно посмотреть информацию о нем по ссылке. В том числе есть ссылка на Mavin репозиторий. И что самое главное, на самплы. То есть примерчики маленькие, где те или иные вещи анализируются. Соответственно, я рекомендую вам посмотреть на те примеры, которые указаны на этом слайде. И мы быстро переносимся в наш пример из лекции 12, который называется GAS Size. Смотрите, у меня есть такая функция GAS, и на нее написан тест. Что в ней происходит? У нас создается вот для всех тех примерчиков, которые были приведены на предыдущем слайде, и плюс еще для нескольких создаются данные в хипе, аллоцируются. И после этого мы смотрим, какой футпринт они бы занимали. Давайте, давайте запустим это все и посмотрим, чего у нас произойдет. Для начала у нас есть тут такой вывод о информации о системе, информации о размерах типов и прочее, прочее, прочее. Это все можно прочитать. Посмотрите. Соответственно, дальше первым делом мы смотрим вообще, что такое newInteger от 10. И вот, смотрите, мы видим, что размер равен 16. Давайте вернемся к одному из предыдущих слайдов и разберемся, в чем же тут дело. может что-нибудь объяснить? Вот, глядя на эту картинку, почему у нас 16? 4 байдана и еще плюс 12 просто метод данные для объекта. Метод данные для объекта. Окей. А сам лета референс не сказано только здесь. А почему референс? У нас Integer. Давайте в первую очередь тогда пойдем посмотрим, что такое Integer. если у нас это... 4, 1, 1, 2, 4, 4 это размер. Почему он такой? Потому что получение... Чтобы разобраться больше в подробностях, вы можете пойти в класс Integer, там часть у нас все написано. Кроме того, у нас есть здесь в тесте информация о том, какие типы, что... сколько места занимает. То есть мы видим, что здесь у нас 16, это, соответственно, 12 и еще 4. Выравнивание здесь нам не нужно, потому что у нас, соответственно, уже 16, это выравнено по нашему размеру. Давайте теперь следующий пример разберем. Теперь у нас Long. То есть тут у нас, на самом деле, 16. Long. Почему 24? Первая половинка, вторая половинка. 12, плюс 8, сколько? А теперь выравниваем по 8. И получаем 24. Если бы Long занимал, например, 20, то у нас было бы 20, 20 плюс 12, это 32, и выравнено было бы уже по 8. Да. То есть получается, если мы хотим чар, чар, то он задать, он все равно бы весил 16. А сколько чар занимает? А сколько чар занимает? 1. Ну и чар, это уже 2. Нет, 2, 2, 2, потому что он не хватит. То есть у тебя было бы 2 здесь, для чара 12, чар с большой буквы 12, плюс 2 и плюс все это потом подровняли. Так, погнали дальше. Что у нас тут было? Что у нас тут было? Ага. Это у нас массив интов с маленькой буквы из 1000 элементов. Ну то есть, казалось бы, все у нас тут хорошо. Мы выяснили, что у нас будет 4000. Это 4000 выделенных интов. Да? Давайте, откуда еще 16 взялось? Ну ссылка на это не архитранный. Ну это класс, то есть объект. Объект. Хорошо, то есть 4000 плюс 12 было бы. Это было бы выравнение по 8. А вот мы записали 4 плюс. 4 плюс? Ну надо было бы 4000 плюс 4. Ну не знаю, так сказали, я просто записывал. Нет, 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 нет. Нет, давайте мы по-человечески сейчас разбираем, а не по старой памяти. Кстати, а сумма это вообще итоговая получает? Это то, что у нас получилось, вот. Total, вот. Да. Что у нас есть у массива? Ну вот, хорошо, мы получили оверхед, точнее у нас есть size, size массива это integer, соответственно мы знаем, что это 16 и у нас есть еще 4000 элементов. А size объекта это большинство, но интегер это большая группа? Почему у объекта? Ну, у этого не объекта, у листа. Нет, смотри, допустим с маленькой, с маленькой. У тебя есть оверхед, который сделан на то, что интеджер, массив интеджеров это объект какой-то, да? И, соответственно, у тебя есть еще длина этого массива. Вот, это тебе тоже надо где-то хранить, то есть размерность этого массива текущую. И у тебя есть еще, соответственно, 4000 элементов в нем. Все, конец. Так, давайте следующий пример. Теперь у нас все с большой буквы. И вот тут мы поехали немножко. То есть, видите, у нас уже total это 20000 и 16. Ну, соответственно, понятно, приблизительно в чем разница. У нас есть 1000 элементов интеджеров, которые по 16. И еще какой-то оверхед на то, что это массив 16. Вот, получили такую штуку. И еще у нас есть количество ссылок. Их 4000. Ссылки у нас, соответственно, 1000 умножить на 4, референсы. Погнали дальше. Вот, теперь Rarist. Тут сказано, что на интеджеры у нас получилось 16000. На объект получилось 4016. Еще 24000 там откуда-то вышло. И в итоге 20040. Вот. Давайте примерно выясним, откуда взялись эти 24. То есть, с остальными понятно, надеюсь, с предыдущего примера. Откуда взялись еще 24? Ну, там это Rarist еще есть и прочие поля. А что за прочие поля? Давайте пойдем посмотрим. Что у нас есть? Size условно какой-то. Что еще есть? Это вы уже должны знать, что такое Transient. Так. Вес, size, test. Ну, хорошо. Погнали дальше. Соответственно, у нас есть еще overhead на то, что есть внутри, внутри нашего Rarist. Соответственно, в LinkedIn list вы правильно сказали, что там будет больше, больше footprint, потому что у нас еще есть элементы, ноды, в которых нужно хранить информацию о ссылке на предыдущий элемент и хранить ссылку на следующий элемент. Дальше. Хэшсет и хэшмап. Ну, в целом, гораздо больше, чем мы предполагали, чем мы пытались угадать. Но вы можете пройтись по каждому этому полю и посмотреть, что из себя что представляет. Соответственно, у нас есть здесь такие объекты, как хэшмап нод, которые соответствуют определенному элементу. Есть overhead на каждом шаге создания. Вот. Теперь немножко про concurrent. Видите, единственная разница здесь заключается в том, что в самом объекте concurrent хэшмап чуть-чуть больше данных лежит. Их буквально на сколько? 20? Нет, на 16. 16 разницы всего. Вот. А в остальном полностью идентично. То есть, как правильно говорили, основная сложность там именно в алгоритмах, а не как-то в футпринте заложена. Вот. Ну и последнее. Футпринт Hello World. Можете посмотреть. Это просто для интереса было выведено. Давайте я вам пока… Да, да, да. А что такое маленький объем памяти? Ну да, если вы работаете с примитивными типами, это будет гораздо удобнее. То есть, например, можно работать с массивами голыми, то есть не с коллекциями, тогда вы обходите все эти ограничения. Есть библиотеки, которые пытаются решить этот вопрос. Кроме того, есть проекты, которые в будущем, надеюсь, позволят делать параметризацию примитивными типами в Java, в Java Generic. То есть, есть подвижки в этом плане, но опять-таки, если нужны какие-то оптимизации в этом плане, то тут правильная стратегия работать именно над garbage collector, который тебе нужен. То есть, для вас, в принципе, не проблема быстро лоцировать какие-то объекты и столь же быстро их убивать. Это не очень сложно, по крайней мере, на словах. И, то есть, в этом нет проблемы. То есть, если речь идет о программировании каком-то для микроконтроллеров, например, где памяти может быть мало или еще что-то, ну, тут уж, тут уж, возможно, есть лучший выбор, чем Java гораздо. Опять-таки, память сейчас довольно дешевая. То есть, 8 гигабайт стоит очень мало денег. Зависит, конечно, от того объема, который ты хочешь эти, например, 8 гигабайт уместить. Но, в принципе, в принципе, выбор всегда остается за тобой. Если хочешь программировать под какие-то микроконтроллеры, возьми другой язык и ручками разгребай память. Это трейд-офф. Это не бывает того, что вот гарбич коллектор — это плохо или хорошо. Он, с одной стороны, помогает, с другой стороны, мешает. Главное — понимать, где он тебе мешает. А почему они не реализовали вручное удаление объектов по ссылке? Чтоб тогда было возможно. То есть, ты мог бы просто пойти по ссылке и что-то там удалить. Вот у тебя и работает программа. У тебя, например, лежит где-то там в каком-то месте, например, если что-то случилось, лежит ключ, по которому… или где-то метод лежит. Ты идешь в эту память и просто удаляешь или что-то меняешь, например. Ну, это начнем с того, что это вопрос безопасности. Во-вторых, тебе как пользователю просто, ну, не столь нужно это. Если ты прям хочешь идти и заниматься таким ручным настройкой памяти или память менеджить не внутри хипа, пожалуйста, есть такое понятие, как охип. Это выделение памяти вне джавовского хипа. И с этим можно что-то сделать. Дальше чуть-чуть будет об этом в слайдах. Еще тоже вопрос. Да. Ну, я слышал, что есть… Ну, просто случайно на статье наткнулся о том, что есть weak reference, я насколько помню, и его ценность в том, что через какое-то время он может просто съесть объект. То есть ты можешь положить объект в этот в игре, ну, или как-то так называется. И затем достать его оттуда, а у тебя будет толпой тренировок из-за того, что ты уже обращаешься к несуществующему объекту. Нет, вот, если… ну, что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете? Ну, почему бы… Что я потом думала? Да, если… ну, если вы видите, что-ли бы не делал, то ведь объект, но почему такое происходит? То есть это во многих компиляторах, ну, в GDK, не только вот в hotpoint, насколько я знаю. Ну, во-первых, если у тебя есть reference, ты всегда можешь проверить ее на null и избежать null pointer. Вот. Во-вторых, есть ситуации, когда это нужно. Во многих style guide стоит, например, то, что не используйте вид reference, пока вам просто это очень сильно не припрет. То есть я такое видел в том числе. Соответственно, если ты видел статью, где это использовалось, наверняка там есть примеры, для которых это было нужно. Ну, опять-таки, это не единственный тип ссылок, которые есть в Java. Их там несколько, можешь почитать, фантомные, например. И посмотреть, в чем разница. Например, на некоторых из них можно собрать кэширование для бедных. Вот. Так, ладно, давайте я тогда продолжу с того момента, где я закончил. Еще один момент про Java Object Layout. Вот две библиотечки, которые были подключены для того, чтобы что-то смотреть в нем. В Gradle Dependencies они находятся, и у вас есть полный доступ к ним. Делайте, что хотите. Смотрите, попробуйте посоздавать ваших кастомных объектов. Кто уже начал работать с игрой, посмотрите, чего там как, сколько занимает, например, ваш класс плеер. Или можете посмотреть, вот у вас есть класс реплики, которые вы отправляете уже в игру, игровая реплика. То есть состояние всех объектов. Можете засунуть его в Joel и посмотреть, сколько вообще места это занимает. А потом можете это сериализовать и посмотреть, сколько места уже занимается реализовано. Вот такой небольшой для вас, небольшая задачка. Что еще раз нужно усвоить из того, что мы сейчас обсудили? Создание объектов и локация объектов — это в любом случае нагрузка на вашу память. Это гораздо больше, чем просто локцировать примитивные типы. Всегда больше. Конечно, инженеры Java и конкретных реализаций GVM всячески пытаются соптимизировать те или иные вещи, которые могут положительно сказаться на размере ваших футпринтов. То есть, например, вот этот Use Compress Ops. Появился он относительно давно, но когда-то его еще не было. И тогда на больших, точнее на маленьких типах, на X64, было не очень хорошо. Давайте немножко перейдем к теории сборки мусора. Вообще посмотрим, какие есть идеи. Давайте продолжим. Поговорим про общую теорию сборки мусора. Что у нас в других языках относительно Java и как нам со всем этим жить. Большинство идей, которые используют инженеры garbage-коллекторов, они довольно старые. То есть не в плане старые и плохие, а просто давно были предложены. По ссылке вот есть GC Handbook. Это, наверное, сейчас самая обширная и самая интересная для чтения ресурс книжка, в которой можно почерпнуть современные знания. Опять-таки большинство алгоритмов и каких-то приемов сборки мусора были описаны еще в 60-х и так далее, и чуть позже. И до сих пор они используются. Соответственно, большинство из вас когда-то работало с C++, C. И там, потому что у нас был какой-то автоматический, точнее, ручной способ выделения памяти, получалось так, что этими же руками приходилось потом что-то собирать. Вот эта идея сборки ручная рождает сама по себе идею того, что нужно бы написать какой-то ref-каунтер, то есть счетчик ссылок на те или иные объекты, который выступал бы прокси каким-то при локации объектов, и, соответственно, если бы ссылки пропадали, потом и делал уничтожение каждого конкретного объекта. Это, конечно, сборщик мусора, но в какой-то достаточно примитивной идее. У этого сборщика есть недостатки. Во-первых, никак по-человечески нельзя отследить циклические ссылки. То есть если у вас где-то есть циклический цикл из ссылок друг на друга разных объектов, у вас уже не получится сделать никак удаление. И вторая проблема, на самом деле, примерно такая же по серьезности, это то, что в какой-то момент после этого у вас начинается фрагментация. То есть сборщик мусора, он вообще берет на себя весь менеджмент памяти. Он не только делает вам удаление, но также делает процесс, который также известен как дефрагментация. То есть берет все эти кусочки, складывает в нужные места и предоставляет к ним хороший быстрый доступ. А самое главное, что не к ним быстрый доступ предоставляется, а к следующим кускам памяти, в которых можно дальше аллоцировать объекты. Одна из самых базовых идей, которая легла в большинство современных сборщиков мусора, это теория поколений. То есть живи быстро, умри молодым. Большинство объектов, которые создаются, умирают очень близко по времени к месту создания. А теперь давайте вот с молодыми объектами понятно. Там, например, если вы делаете какую-то арифметику больших чисел, аллоцировали два big integer, как-то их сложили, получили третье, что-то там пошли дальше. Или вы делаете какую-то конкретинацию строк. Строки у нас и mutable объекты, вы каждый раз что-то создаете новое, 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 и дальше потом что-то у вас получается. Это если вы плюсик на строках используете. А теперь давайте подумаем, а какие объекты у нас живут долго? Ну хорошо, например, в SpringE, какие объекты у нас живут дольше всего, если мы берем Spring, они… Синглтоны у нас живут на протяжении жизни нашего Spring контекста. То есть Spring контекст имеет несколько меньше сколп жизни, нежели все приложение, и он тоже когда-то убивается, но не суть. То есть они имеют реально большой жизненный цикл. Но существуют коллекции, соответственно, которые живут чуть меньше. Например, если брать нашу игру, это какие-то события, которые происходят внутри игровой сессии. Точнее, какие-то коллекции, которые характерны для игровой сессии. То есть между ними они убиваются. А все, что живет в течение всего времени жизни сервера, это уже какие-то долгоживущие объекты. То есть так же, как на нашей вот картинке, мы можем видеть какие-то коллекции, которые живут малое время, коллекции, которые живут долго. И в конце вот там подъем — это объекты, которые живут почти все время жизни вашего приложения. Но, как мы видим, очень многие, очень многие исчезают быстро. Что из этого следует? Вот. Есть у нас два типа объектов. Молодые и пожилые, старенькие. Что мы на основе можем предположить? Или какие выводы сделать? Хорошо. Вы инженер алгоритмов. Представьте. Вам требуется… От вас требуют разработать алгоритм, который бы эффективно собирал мусор на двух задачах. Молодые и старые объекты. Что бы вы сделали? Ну, старые. Часто надо было бы удалять старые. Вот. Ты подходишь к мысли примерно о том, что неплохо бы разработать два алгоритма. Один из них работал бы на молодых объектах. Которые не стоят другой. Да. То есть ты взял какой-то алгоритм, придумал для работы с новенькими объектами, и взял и придумал какой-то алгоритм работы со старыми. Соответственно, от выбора твоих алгоритмов будет, если применять это в Java, будет зависеть то, как объекты будут храниться. То есть там могут понадобиться какие-то поля и флажки для этих объектов, или может понадобиться еще что угодно. Там нужно в кишочке лезть и смотреть, что каждый конкретный сборщик мусора использует. Также важное понятие сборки мусора — это stop the world, так называемый. Фаза, в которую ваше приложение ничего не делает, в это время работает сборщик мусора. И приходится подождать. Поэтому называется stop the world. Есть стандартный такой же треугольник в сборщиках мусора, примерно такой же, как быстро, качественно, дешево, только применительно к garbage collection. Соответственно, мы работаем над увеличением пропускной способности приложения. Нам хотелось бы, чтобы footprint приложения был относительно небольшой, чтобы там не 128 гигабайт ваш хип занимал. И мы хотим, чтобы latency приложения тоже было как можно ниже. То есть, что нам нужно, чтобы через приложение прошло как можно больше запросов. И для некоторых приложений нам нужно, чтобы время каждого запроса или 99% запросов не выходило за, например, 100 миллисекунд. Вот в этом может считаться latency. Давайте теперь применительно к java все это посмотрим. Зачем нам нужен сборщик мусора? Тут ответ достаточно очевиден для того, чтобы собирать мусор. А зачем еще? Вот из того, что я сказал, можно сделать какой-то вывод. Что еще делает сборщик мусора нам? Память все реструктурирует. Вот, он реструктурирует память, совершенно верно. То есть, не реструктурирует, а как-то перекладывает все, что в ней находится. Структура остается, а вот то, как мы ее замастим нашими объектами, выделенными, это будет меняться. А что такое мусор? Объект, который я уже не открыл. Не используется. Не используется или нет ссылок. Вот я могу создать какой-нибудь bin singleton условно, который не буду использовать на протяжении всего работы приложения. Его надо удалить или нет? Не знаю. А если ссылки нет? Ну, руки кривые создали, не используем. Что делать? Удалить? Вот, а теперь смотрите. Кто-то вначале спрашивал, а почему нет автоматического менеджмента памяти? А вот так вы бы могли пойти удалить вот этот bin, и как будто бы он не нужен. А потом кто-нибудь из контекста бы его вытащил. И, соответственно, тяжело бы было понять, а вообще что произошло. Вот, поэтому, ну, конечно, не поэтому, но это вам как пример, почему нет ручного менеджмента памяти. На самом деле ручной менеджмент памяти — это стрельба себе в ноги. Вот. Это тяжело и, соответственно, повышает уровень необходимой квалификации от разработчика. А это дорого. Так вот, у нас есть объекты, на которые уже не ссылаются. А вот откуда не ссылаются — это уже хороший вопрос. Вот здесь есть такое понятие, как корни garbage collector. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Соответственно, корни — это некоторые элементы, которые у вас точно есть в программе, которые точно не, назовем это точно, не нужно собрать как мусор эти элементы. В них есть то, на что ссылаются они. То есть, например, у нас есть потоки. В потоках есть что-то. Поток — это корень gcroot, так называемый. Классы и статические переменные. В них есть тоже ссылки на что-то. Это тоже gcroot. Стэки. Некие gni-global, java-native. gni-local, мониторы. И что-то, что еще находится внутри gvm. И направлено на нужды, которые у gvm есть. То есть, вот это все объекты, из которых мы смотрим достижимость от тех или иных ссылок. Для нас что самое главное? Первые два. То есть, на нашем уровне главное понимать, что вот то, что доступно из этих, из этого корневого множества первых двух элементов, у нас от этого пойдет сборка мусора. Ручного менеджмента памяти нет. Но есть некоторые инструкции, которые вы как бы можете пропушить, то есть заставить систему выполнить сборку. Но она вам ничего не гарантирует. Вы можете сколько угодно писать system.gc, runtime.gc. Но произойдет ли сборка, вам неизвестно. То есть, возможно произойдет, возможно нет. Поэтому стараются люди не писать такого. На моей практике, по крайней мере. Не знаю, может кто-то пишет. Но во всех правилах есть исключения. Ручной менеджмент памяти доступен вне нашего хипа. Мы можем взять Java MISC unsave и прямо с ним каким-то образом выделить себе память, которая находится вне нашего хипа. Конечно, поиграться с этим классно. Но в продакшн тащить опасно. Опять-таки есть некоторые решения, которые с помощью использования unsave очень грамотно распоряжаются памятью, очень быстро что-то выделяют. И также быстро могут потом это удалить. Или даже не удалять, не знаю. Это не так важно в контексте нашего разговора. Просто хочу, чтобы вы понимали, что есть решения, которые оперируют вручную через unsave какой-то памятью вне хипа. И то, что в стандартный garbage collector у нас руками никак не может, по сути, контролироваться. То есть как? Во время работы приложения никак не может контролировать. Но вообще вы можете настроить некий набор, неким набором флагов. Вы можете контролировать вообще состояние вашего garbage collector. В флаге мы обсудим чуть позже. Ну а что бы вы тут думали? Вот есть у нас garbage collector, но это не значит, что у нас не будет утечек памяти. Здесь я привел такие наиболее популярные причины того, почему же все-таки приложения на Java текут. Первое. Характерное, в том числе для плюсов очень. Вы какой-то ресурс забрали у системы, но при этом не закрыли его. И в результате каких-то операций у вас там остаются объекты, которые вы как бы уже не используете, но при этом ресурсы висят. Соответственно, это может вызвать утечку памяти. И вам неплохо бы использовать Trice ресурсами для того, чтобы это все менеджить. Соответственно, то же самое у нас примерно бывает в input-стримах, output-стримах, которые забывают почистить или выполнить на них ресет. В том числе эта же проблема распространяется на некоторые кэши, в которых может оставаться информация, даже если вы их не используете. Трэды. Вообще создание трэда довольно дорогая операция. Вы можете создать трэд, он потом будет чего-то ждать, событие, которое никогда не наступит. И висеть. А вы будете в это время создавать новые, новые, новые трэды. Таким образом, каждый трэд, кстати, хороший вопрос собеседования, сколько вообще выделяется места под трэд? Вот будете знать, будет очень хорошо, можете посмотреть. Создаются новые трэды. Но есть тут такой очень хороший воркараунд, а точнее даже не воркараунд, а прямое решение проблемы. Вы можете использовать трэд-пулы, то есть наборы трэдов, либо фиксированные, либо там варьируется количество трэдов, которые используются. И каждый новый таск может переиспользовать трэды, которые уже были созданы. Статические и нестатические классы. Вот кто мне может сказать, чем они отличаются? Статик, нон-статик классис. А, inner-классис, конечно, внутренние. Понятно. Смотрите. Статический внутренний класс и нестатический отличаются тем, что в нестатическом есть ссылка на родительский класс. Точнее, не на родительский, а на его облегающий класс. Да, да, объект, конечно, не класс. Ну, на класс в итоге тоже есть ссылка, потому что мы видим, что в объекте есть референс на класс. Ну да, на облегающий его объект есть ссылка. Соответственно, вы можете иногда не задумываться о том, когда создаете такие инстансы такого класса, что у вас во внешнем происходит. А может, вам вообще это не нужно. Чаще всего практика подсказывает, что такие классы не очень нужны. И поэтому всегда, если вы создаете внутренний класс, то объявляйте его сначала статическим, а уже потом думайте. Ну и есть такая штука, как threadlocal. Это некоторые объекты, которые у нас существуют для каждого отдельного thread. построены, да, построены они, соответственно, на тех вот этих wick-референсах, которые у нас существуют в языке. Точнее, если я не ошибаюсь, там есть такая штука, как wick-хэш-мэф, и уже в ней все это лежит. Вот. Но если вы будете злоупотреблять использованием threadlocal, и не будете никак контролировать процесс аллокации в них, то, скорее всего, не избежите каких-то утечек памяти. Есть несколько ресурсов, на которых можно посмотреть типичные проблемы, которые возникают у пользователей по утечке памяти. Это очень полезно. Во-первых, потому что в какой-то момент вы с этим столкнетесь. И если вы столкнетесь с этим неподготовленным, и, возможно, когда-то сделаете это прямо на продакшене, вам будет тяжело, вам, скорее всего, придется обратиться за помощью к каким-то старшим коллегам, и может все это привести к такому достаточно быстрому крашу вашего сервера. Это плохо, ребят. Соответственно, Stack Overflow, Habra, там все, кроме проблемы с обстрингами, можно посмотреть, можно посмотреть, что люди делают. У нас будет чуть попозже тоже пример, в котором мы рассмотрим вообще, какой тулинг нужно использовать для того, чтобы хоть что-то посмотреть. Да, чтобы не быть голословной, а вообще, Memorilead чему приводит в данную ситуацию? Невозможности дальнейшем исполнения операции. А если в Java? Out of memory, хорошо. Можно сказать, да. Трайминг. А, да. А out of memory — это какой exception? Момерикава. А почему? Что? Потому что никак не надо исправить эту ситуацию. Смотрите, я вам сейчас предложу идею, а вы мне должны будете сказать, почему это плохо. В начале работы приложения я выделяю память в размере, там, например, 100 мегабайт. Дальше у меня идет приложение, идет, идет, идет. Вот у меня out of memory. И вот тут я удаляю эти 100 мегабайт. Чем это плохо? И у меня вроде появились 100 мегабайт каким-то образом. Все. Это как балласт. Ну да, как балласт. Я его сбрасываю, вроде еще немножко лечу. Так нет, я просто даме какой-то объект выделил, массивчик там на 100 мегабайт. Ну, выкинул, а я у меня там на все приложение exception стоит в мейне. Try catch, точнее, я там ловлю out of memory, ну и чего? Ну, если она один раз потечет, то она и второй раз потечет. Если у вас что-то течет, вряд ли у вас перестанет течь после того, как такие вещи сделаете. Соответственно, это не панацея. Лучше разобраться, в чем дело. Конечно, на минуточку это может вас спасти. Самое страшное, вот по моей практике, если у вас начинается мемореликия в двух моментах. Первый, это если вы использовали какую-то библиотеку, например, снапшотной версии, а потом ваши коллеги выпустили какую-то новую версию этого снапшота. снапшоты тем плохи, что они обновляются регулярно и при обновлении никак не нужно инкрементировать версию, то есть это не обязательно. А у вас в приложение подтягивается самый последний снапшот. И вот вы просто на сервере рестартуете ваше приложение. И вам какие-то ваши коллеги подложили фактически часовую бомбу в виде этого снапшота. Вы никак не контролируете процесс, просто подтягиваете изменения. И тут через 12 часов у вас продакшен падает из-за того, что кто-то вам предоставил версию в библиотеке, в которой что-то течет. Мораль. Во-первых, как можно меньше используйте снапшоты. Во-вторых, прежде чем выкатываться в продакшен, выкатывайте на тестовые инвайроменты, и если изменения действительно большие, то делайте это аккуратно. Ну и самое важное правило работает не трогай. Так, погнали дальше. В тему нашей гипотезы о поколениях и о том, что нужны разные алгоритмы, которые помогли бы собирать нам в разных поколениях мусор, есть соответственно несколько идей и конфигурации garbage collection. Во-первых, у нас есть возможность выбрать garbage collector. У нас есть serial, parallel, CMS и G1 условно. G1 будем называть его. А кто-нибудь знает, какой дефолтный в девятке? G1. он такой самый новенький, но в нем тоже используется гипотеза поколения. Соответственно, parallel зачем нужен? Ну, это не просто так, parallel. Он берет и у него достаточно большой стоп the world фаза большая. Он просто берет, все останавливает, запускает кучу потоков и параллельно собирает мусор. Вот такая его идея. В свою очередь есть CMS и есть G1, которые отличаются сборкой старого поколения. То есть мы видим, что есть какие-то в CMS фазы initmark и finalmark, а все, что между ними происходит, это concurrent part и concurrent sweep. То есть concurrent в данном случае значит, что одновременно с работой вашего приложения. Соответственно, есть тоже небольшие stop the world фазы, но того, что работает вместе с вашим приложением гораздо больше. В G1 тоже есть фаза concurrent mark, но все остальное несколько отличается. То есть какой-то из них вы можете выбрать. Соответственно, давайте посмотрим, а в каких ситуациях какой из garbage коллекторов выбрать. Вот у меня есть параллел, есть CMS. Вот, давайте подумаем. У нас там есть замечательная картинка. CMS параллел. Что когда выбираем? То есть вы откроете у себя картиночку с вот этими CMS параллел G1, а я буду вам показывать вот эту. Смотрите, нам нужен максимальный срупут, то есть максимальная пропускная способность приложения. При этом иногда нам плевать на то, что какой-то реквест в нашем приложении, условно, если это веб-приложение, какой-то реквест работает две минуты. Окей, если все остальные работают, если мы за условно минуту пропускаем очень много реквестов. Что это значит? Почему CMS? Параллельно просто остановят наше приложение, это значит, что какие-то реквесты не успеют, но зато все остальное сделать очень быстро. Соответственно, если думать, если чуть-чуть подумать, то соответственно CMS, поскольку он конкурент все-таки, значит, он тратит какие-то ресурсы на синхронизацию и на то, чтобы все это еще раз разметить, переразметить, потому что в ходе того, как он все размечает, у вас еще структура приложения поменяется, вы аллоцируете новые объекты. Но в то же время, если вам latency важна, уже параллел использовать бывает тяжело в некоторых случаях. В данном случае, если важна latency, нужно, чтобы как можно меньше была пауза каждая, но количество пауз может быть достаточно велико. Соответственно, если вы используете параллел, то у вас будет меньше пауз, но они будут длинными. Джован мы не будем подробно разбирать. Самый лучший вариант, если тебе интересно, пойти и посмотреть, что из себя представляет модель хипа, то, как устроен хип, если ты используешь джован. То есть из этого будет кое-что понятно. Там есть фазы, они на этом слайде описаны. Можешь посмотреть. То есть в нашем примере нам это пока не интересно, просто интересно, что он есть и он дефолтный в девятке. Теперь поговорим о том, зачем нам вообще как-то тюнить наш сборщик мусора и нужно ли это нам вообще. Если вы создали очень примитивное простое приложение, пожалуйста, ничего с ним не делайте. вот у вас есть garbage collector, ну и пусть он работает каким-то образом. Если вам уже что-то необходимо выпускать в продакшен, во-первых, тут нужно думать по тому же треугольнику, на что у вас нацелено приложение. то есть если у меня например приложение, которое используется внутри корпоративное, я знаю, что на него пойдет нагрузка очень такая маленькая и достаточно редкая. Я вообще ничего тюнить не буду. Если я буду знать, что в мое приложение периодически стучится робот, достаточно часто это делают, и роботу важно получить ответ, потому что он дальше пойдет уже куда-то с моим ответом и что-то будет. Скорее всего, я выберу garbage collector, который нацелен на сруппут, потому что много что будет нам идти. И опять-таки важный момент. Например, у вас есть вообще как выставлять как делать тюнинг garbage collector. Есть у вас понимание какое-нибудь? Как вообще какой-нибудь тюнинг Java, GVM выполняется и прочее, прочее? Вот, есть какие-то флажки. И вот часто вы видите, например, если пойти на Stack Overflow спросить, какие самые лучшие флаги для garbage collector в Java, у вас будет несколько там ответов. Вот такой-то список опций самых важных. И вот вы пошли в три таких списка, скопировали все, вставили себя в приложение. И, наверное, оно будет как-то работать. Проблема в том, что если у вас такое на продакшене, то что-то идет не так в компании или у вас лично с чего нужно начинать? Вот, допустим, вы теперь консультант. Вы пришли в компанию, в которой вы видите там 102 Java флажка, Java опции, которые подаются при старте приложения. И вам сказано, у нас приложение падает с out-of-memory. Что делать? Говорят, нам уже не хватает 16 гигабайт хипа, у нас нет других машин. И у нас out-of-memory периодически. Что делать? А у вас 102 опции. Идея? Вот, хорошая идея убрать все опции. Возможно, после этого у вас не будет никакой работы дальше над этим проектом, все будет работать хорошо. Может, еще что-то можно просто скопировать их и еще вставить дальше, но ничего не произойдет. То есть весь тюнинг garbage коллектора нужно начинать с того, что вы убираете все опции, которые отвечают за garbage коллектор. Тут важно тоже знать, что от версии к версии набор флажков GVM отличается. То есть вам нужно понимать, что когда где добавилось, если вы пытаетесь это все оптимизировать. Garbage коллектор это, конечно, не серебряная пуля. Нужно понимать, что за удобство вы платите стоимостью на рантайме, стоимостью ваших пауз, которые stop the world, и накладными расходами системы. Как уже было сказано, при выборе различных garbage коллекторов у вас будет отличаться время и продолжительность stop the world фаз. Из интересного, что я тут могу сказать, что в любых garbage коллекторах, которые есть сейчас в базовой поставке hotspot, есть во всех garbage коллекторах есть stop the world фаза. Есть попытки сделать имплементацию с ультра низкими stop the world фазами. Например, шинандо garbage коллектор. или можете посмотреть еще что такое azul zing, но он проприетарный, за него нужно платить за его использование. А это не программно пытаются сделать такой гадж коллектор, который практически останавливает коллектор? Ну да, программно. То есть, смотри, у тебя есть спецификация GVM, и у тебя любой вендор может сделать свою реализацию спецификации. Вот, например, Oracle делает, IBM делает, еще другие ребята, Azul делает. Это не запрещено, спецификация открытая. А просто в теории, возможно, сделать такой garbage коллектор, что не будет основать приложение? Да, возможно. Называется Epsilon garbage коллектор. Он не делает ничего. Просто у тебя приложение идет и падает с out of memory сразу потом. Я, кстати, сейчас почти не шучу. Есть вот этот garbage коллектор будет в одной из следующих версий языка. А зачем можете пойти и спросить Шпилева и да, garbage коллектор настраивается, выбранный вами garbage коллектор настраивается, в том числе с помощью флажка. То есть по умолчанию у тебя в девятке будет G1 и ты можешь выбрать, например, Parallel, если вставишь флажок, соответствующий. Мы сейчас посмотрим, как это делается. Докер мы сейчас не будем смотреть. Не понял. Еще раз вопрос. Вы сказали, что да, есть идеальный garbage коллектор, который ничего не делает. Да. Точнее, в теории можно создать. Гарбач коллектор, который не будет остановить приложение, как у которого не будет Stop the World Fuzz. Ну, это нужно идти вот в GC хэндбук и смотреть там. Точно можно сделать garbage коллектор, у которого паузы будут, точнее, паузы не будут зависеть от размера хип хипа. Это как-то возможно сделать. Эти идеи в Шинандо реализуются. То есть вся твоя проблема начинается с ростом размера хипа. Например, если по 64 гигабайтам собирать мусор сложнее, чем по 8. Вот. И, соответственно, дальше при росте будут такие же проблемы. То есть нужно как-то решать проблему времени сборки мусора при больших размерах хипа. Давайте мы сейчас еще пару минут сделаем перерыв и перейдем к такому практическому заданию по трэблшутингу. Так, ребята, давайте тогда поехали дальше. Сейчас мы будем разбирать пример приложения, которое нам аллоцирует множество объектов и будем смотреть, что с этим совсем можно сделать. как посмотреть, что происходит и куда можно залезть. Мы будем пользоваться таким тулом, как Oracle Java Mission Control. Сейчас я вам покажу, как его вообще запустить. Идете в свою командную строчку, пишете здесь GMC и у вас это все запускается. Открывается Java Mission Control. Идет немножко времени и появляется вот такое окошечко. В этом окошечке у вас есть какие-то процессы. Например, у меня сейчас запущен гейм-сервер и матчмейкер нашего приложения. Еще что-то запущено. XCMX 128 мегабайт. Вот и есть ID-шники процессов. Пойдемте теперь вот у меня есть такая штука как garbage producer. Что у нас тут происходит? Мы в мейне спим 30 секунд дальше создаем рейлист и напихиваем в него объекты. Пустые те самые. Сколько там байт они занимают у нас? Нет общего мнения, да? Да. ну хорошо, справились. Давайте сначала я просто вам покажу, что нам нужно для того, чтобы запустить это наше приложение. Давайте разбираться. Вот сейчас немножко покажу идею. Здесь есть то, что мы запускаем и есть настройка конфигурации запуска. В этой конфигурации мне нужно выставить опции виртуальной машины. У них смотрите, что у мне передано. Такая штука, как Unlock Commercial Features, Flight Recorder и Record Duration 60 секунд. Вы можете за мной повторить, как найти эти замечательные ключевые слова. Сейчас я вам объясню. Ну во-первых, нам поможет Google. Я поискал просто по словам Java Flight Recorder. И вот здесь мне говорят, используя командную строчку добавьте вот такие вот флажочки. Ну я какие-то из них добавил. Подошло. А вот сейчас мы разберемся. Вот смотрите, теперь я хочу все запустить. Запуская. Окей, apply, окей. еще раз, мы создаем тут кучу объектов. Много объектов. Погнали. Что произошло? Как понять, что флаги применились, во-первых? Очень простой вопрос. У нас при запуске пишется флаги, с которыми это все запускается. Вот видим здесь их применить. то, что они применились. Дальше идем в GMC и видим здесь garbage producer наш. И начинаем контролировать приложение. Как это назвать? Не контролировать. Начинаем смотреть за приложением. И видим, что у нас есть здесь некоторые мониторинги. И вот у нас полезла память. Вверх, 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 2 гига уже вот connection lost. Connection lost у нас почему? Потому что все, мы выполнили всю локацию, все замечательно. Почему не упало в south of memory? Потому что места хватило. Как сделать так, чтобы места не хватило? Не, ну это слишком что заменим? класс, только писать долго, давайте попроще. Пойду и уменьшу хип. Как мне уменьшить хип? Это мы ограничили депрессию битрэй системы? Не, не, смотрим, что происходит. American nice option. Ну хорошо. Как скажете, окей, Google. Что делаем? Говорит нам с большой буквы надо писать. Ну хорошо, уговорили. погнали. Запускаем еще раз. Справились, видите? Все хорошо. А че ж ничего не падает? Что? лютые флаги. Вот видите, 32 мегабайт кстати применилось. Ну давайте, кто скажет, почему не падает? Speed. Вот 30 секунд у нас слив, поэтому не падает. Ну у нас есть время к счастью сегодня. А все. Вот видите, мы пропали. А вот кто, кто может сказать, что еще раз почему показывает? Идет заполнение памяти, потому что у тебя локация идет. нет, во время сна ничего не происходило. Во время сна был сон. Давайте теперь ладно, сделаю 2 гига. И этого уже нам достаточно будет, чтобы подключиться и посмотреть, как все упадет. Поехали. за это время нам нужно прийти сюда, выбрать и сказать flight start консоль. Вот здесь видим 23 мегабайта. Это то примерно, что у нас есть во время слипа. Вот и смотрите, у нас начался рост. Мы аллоцируем, аллоцируем, аллоцируем. И вот сейчас нет, просто прыжками отображает, наверное. Что же произошло? Что происходит? Connection lost, во-первых, видим. И вот здесь у нас out of memory. Давайте теперь разбираться, что же у нас происходило. Чего мы здесь вообще можем увидеть? у нас есть некая инфа о том, как себя вел процессор, есть инфа о том, как вела себя память. Но это overview, конечно, и есть уже подробности в памяти здесь. Из этого, из первых двух строчек какой мы можем сделать вывод? Active memory pools. Мы можем сделать первый вывод. У нас используется garbage collector G1. Соответственно, у нас есть старое поколение AllGen. В нем 2 гигабайта было лоцировано. Точнее не 2, вот сколько было использовано на момент. Поехали дальше. А видите, у нас в Survivor Space почти ничего нет. И во всех остальных тоже относительно мало занятого места. Давайте посмотрим наши 3D. Вот это все 3D, которые были у нас в приложении. Видите, main тут всего служебного очень много. Что интересного еще тут можно посмотреть. А вот да, на этом месте, на этом месте хорошо бы понять, а что такое xmx. Вот. Что в него входит? То есть xmx — это описание всего хипа. Соответственно, из этого всего есть место, которое должно под разные вещи выделяться. Если ты увидишь это на картинке на какой-нибудь или по спеке посмотришь, то станет понятно, какое место, под что и в каком количестве выделяется. из этого можно сделать выводы. Почти. Тебе нужно посмотреть, что конкретно регулирует xmx. Если он регулирует хип, то какой из этого, чтобы понять, вот, ты выделяешь объекты где-то. Тебе нужно понять, какую часть хипа ты можешь использовать под свои объекты, если ты так лоцируешь. Потому что тебе нужно еще где-то разные вещи хранить, под которые тоже нужно место выделять. Выглядит нормально. Мне нравится. А вот смотрите теперь. У вас есть g1 young generation и g1 old generation. По ним доступна какая-то стата. Можете посмотреть, что она характеризует. Колонка Max, если я не ошибаюсь, она вот использовала в итоге 64 года. Да. теперь давайте у нас здесь куча инфы, которая характерна для определенного garbage collector g1. А теперь мы сделаем то же самое, но поменяем garbage collector и посмотрим заодно, как это сделать. Мне нравится, например, serial garbage collector, параллел. Давайте его заюзаем. Все то же самое, только еще один флажочек добавим. Окей, погнали. видим, что он был применен. И теперь будем смотреть, что происходит. у нас 20 секунд была задержка. Вот, видим, у нас начинает все расти, 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 расти. Что же произошло? Медленнее стал работать. Может garbage collector плохой просто? Вот, что-то происходит. Вот у нас out of memory вылетел. Хорошо. Вылетел out of memory. Кстати, интересный момент. А смотрите, где он у нас вылетел. В копировании. Есть идея, почему? то есть мы хотим, в какой-то момент мы решили расшириться и у нас ничего не вышло. Давайте смотреть, какая у нас теперь здесь картинка с памятью. памятью. вот тут мы уже видим, что использование памяти уже несколько отличается. Это из-за специфики garbage collector. Видим, что есть здесь oldgen и den, есть survivor space, все те же. И давайте посмотрим по максимуму. То есть у нас здесь уже не те сколько это было? 982, если я не ошибаюсь, мегабайта здесь заиспользованы. А заиспользован 1,3 гига. Вот. Еще раз. Почему такое могло быть? Вот там у нас 980 мегабайт, здесь 1,3 гига было заиспользовано с той же эффективностью. Важно понимать, что каждый garbage collector несет свою нагрузку, точнее не свою нагрузку, а свою структуру HIPAA. В данном случае у нас было старое поколение и молодое поколение. У нас все объекты были доступны из корневого множества. Посмотрите, здесь есть статическое поле. Все кладутся в статическое поле, значит, будут доступны из корневого множества. Этот класс у нас не будет выгружен во время исполнения программы. Логично предположить, что все наши объекты в какой-то этап работы программы мигрируют из молодого поколения в старое, а старое поколение каким-то образом ограничено. И исходя из этих ограничений у нас получалось то место, которое меньше гигабайта. Стало понятнее? в качестве самостоятельной работы могу вам предложить посмотреть на биллинг сервис, который мы до этого делали, применительно тоже используя различных garbage коллекторов и проанализировать его работу при куче запросов и когда у вас есть куча запросов, да, и выбраны различные garbage коллекторы. Например, посмотреть среднее время ответа. Как сделать кучу запросов на сервис, понимаете? Чем? Например, есть tool gmeter, gmeter, в который можно сгенерить трафик. Окей. Дима остановились. Да, про докер уже мы без камер с вами поговорим, так что давайте на этом закончим лекцию. Всем спасибо, оставляйте обратную связь.